И вот опять новые меры против коронавируса. Их ввели сегодня в России и у нас в области в частности. Накануне свои рекомендации дала глава Федерального Роспотребнадзора Анна Попова. В кировском правительстве их целиком и полностью поддержали. Что меняется с сегодняшнего дня в сюжете Елены Чехомовой. Помните, в детстве мама учила? Не заходи в лифт с незнакомыми людьми. Но теперь к детским наставлениям добавляются новые. В лифт нельзя без средств защиты. А, вы без маски, да? Да, без маски. Нарушайте. Поезжайте, я подожду. Что в магазинах и на остановках надо надевать маску, знает, наверное, уже и младенец. А теперь по новым правилам надевать ее надо и на парковке. Причем неизвестно, кому именно. Водителю, пассажиру или просто пешеходу. Вот пешеходная часть Спаска. Из нее уже давным-давно сделали стоянку. Паркуется аж до памятника, а кто-то даже дальше. Получается, подходя сюда во время прогулки, нужно надевать маску. И вот тут вопрос. А это точно-точно обязательно? Да, действительно, в настоящий момент маски точно-точно обязательно. До сегодняшнего дня, до 28 октября 2020 года, имели место быть рекомендательные меры. Сейчас, с учетом того постановления, о котором вы ведете речь, ношение масок в публичных местах, в общественных местах, является строго обязательным. Ну и уже традиционные с весны ограничения общепита. Отныне с 11 вечера до 6 утра все услуги питания запрещены. За исключением доставки питания ночных рабочих, например, на заводах, а также закусочных на заправках или на вокзалах. Тем не менее, если мы все правильно поняли, из постановления правительства теперь любая развлекательная программа и питание ночью запрещены. Для многих заведений, которые вели именно ночную работу, дискотеки, ночные клубы, часть ресторанов, это большой удар. После того, как нас закрыли, из отрасли ушло огромное количество сотрудников. Мы идем к прошлому году, минус 25% по выручке. При том, что аренда не изменилась, продукты выросли на 15-20%. То есть огромный дефицит кадров, при этом спад огромный по выручке. Как показала практика, самовывоз доставка абсолютно не способны прокормить организации. Поэтому ситуация в отрасли тяжелая. А еще глава Роспотребнадзора России Анна Попова рекомендует усилить режим дезинфекции в ряде объектов. Общественном транспорте, торговых объектов, кафе, ресторанах и так далее. Что это будет? Скорее всего, речь идет о дезинфекции. Говорят, что где-то повесили санитайзеры, но мы вот сегодня так их и не увидели. Будем следить и ждать. Елена Чехомова, Алексей Зырянов, Бюро новостей Дайвича.